Гитарист Иван Жук зарабатывает концертами в клубах и барах. Иногда он играет один, иногда со своим коллективом, иногда кооперируется с другими артистами. Платят, как правило, наличными. Деньги музыканты делят поровну. Работодатели редко горят желанием официально оформлять сделку с музыкантами и платить за них налоги. Это невыгодно для обеих сторон. Недавно Иван узнал, что в Министерстве труда обсуждается декрет о социальном иждивенчестве, который обяжет всех, у кого нет трудовой книжки, платить налог около 20 тысяч в год. У Ивана это решение вопросов не вызывает. Для меня, как для анаглянного музыканта, этот налог на тунеядство, полторы тысячи в месяц примерно, это просто шанс рассчитаться с государством, поддержать его как могу, чувствовать себя гражданином. Для меня это нормально выглядит, отчего и нет. Если для москвича это не такие уж большие деньги, то для жителя провинции вполне ощутимая сумма. А большая часть так называемых тунеядцев – это отходники, которые приезжают на заработки в города-миллионники. Эти люди – гастарбайтеры в своей стране. Они работают строителями, нянями, охранниками и отсылают деньги семьям в маленькие города, где мало рабочих мест. Сколько их, никто не знает. Но счет идет на миллионы, рассказывает эксперт Высшей школы экономики Светлана Барсукова. Реализовать идею с этим налогом на иждивенчество чрезвычайно сложно, потому что эти люди, понимаете, с нашитыми звездами на спине не ходят. Никто не пытается публичить вот это свое социальное иждивенчество. Тем более, еще раз говорю, это очень условно, иждивенцы ли они. Потому что они, по крайней мере, освободили государство от ответственности за свою судьбу. Между прочим, так на минуточку. Вместо того, чтобы выходить на митинги протеста, вместо того, чтобы взрывать спокойствие этих монотраслевых городов, где нет для них больше работы, эти люди занялись отходническими практиками. Идея Министерства труда была в том, чтобы решить проблему так называемых «безбилетников», людей, которые пользуются социальными благами и не платят налоги. Репетитор Алексей Беленкин считает такую постановку вопроса аморальной. По его мнению, нельзя связывать трудоустройство и, например, доступ к медицинскому обслуживанию. Ну, это какая-то проблематика, я не знаю, 16 века, я не знаю, это не так. Человек не обязан перед государством работать. И я думаю, что это тут главное не деньги, а главное здесь именно заставить каждого человека встроиться в какую-то систему и дальше им продолжать управлять, манипулировать. И это совершенно советский подход, вот именно в плане того, что кто не работает, тот не ест и все должны работать и так далее. А то, что происходило в Советском Союзе, во многом напоминало рабство. Аналогичный закон уже действует в Беларуси. В России он пока всерьез не обсуждается и будет ли принят, неизвестно. Но уже есть результаты опросов общественного мнения. 45% россиян идею борьбы с так называемым «тунеядством» поддерживают. Продолжение следует...